Доброе утро, ребята! Всем доброе утро! Я снова осталась одна дома, и как вы видите и можете заметить, я этому очень рада. Сегодня у меня в обязанностях отснять видео, смонтировать одно видео, ну не до конца, сколько могу, и еще что, забрать ему душу с садика и пойти с ним на футбол. Вот, это в моих обязанностях. Сейчас я уже позавтракала, я покушала кашу и персик, очень вкусный персик. И сейчас я уже начну снимать. Расписала себе сценарий, сейчас оденусь и буду снимать. Нужно быстренько отснять все, быстренько потом сделать одно видео, и потом быстренько одеться и пойти за Андрушей в садик. Я не поняла, а что это мы тут делаем? Ты что опять в телефоне сидишь? Опять вот ты сидишь в телефоне, я сколько раз тебе говорила, хватит сидеть в телефоне, ну сколько можно? Ой, тебе что, заняться нечем? Ну нечем заняться, я сейчас найду тебе чем заняться, а сейчас найду я, посмотри, ты только посмотри, ты посмотри, просто какой слой пыли, тут рисовать пальцем можно. На кухне. Гора посуды, гора посуды немытой. И ты сидишь в телефоне, быстро можно быть посуду. Это я в роли мамы, надела халат, ее старый, потому что она его уже не носит практически, паричок черненький, и этот платочек, очки, красные помады, и все, и буду снимать. Приготовила уже себе и подставку, камера, и начну уже снимать. А потом, потом нужно будет идти за Андрюшей, потому что видео я уже сделала, я сначала сделала видео, смонтировала, и потом уже решила, что буду снимать. Сейчас вам даже покажу. Я не вру. Давай, включайся, чего ты. Я решила, что если я сначала буду снимать, то я не знаю, насколько это растянется, и сколько это будет длиться, мои съемки. Поэтому я решила, что лучше изначально сделать видео, чтобы я знала, что оно уже готовое. Вот доказательство, вот видео я сделала. Наконец-то включился компьютер. А еще я быстренько пошла и помыла посуду после завтрака, потому что там было где-то три тарелочки, еще осталось после Андрюши. Короче, нужно было помыть быстренько посуду. И вот сейчас можно начинать снимать. Наконец-то. Все, ребята, я отсняла роль с мамой, и уже время. Кстати, уже время нужно смывать все это, переодеваться быстренько. Ой, как же жарко. Ой, как же хорошо. В этом халате реально можно запариться, свариться, пожариться. Сижу, хочешь. Сейчас я пойду переодеваться, готовить Андрюшную сумку для футбола, и потом идти за ним в садик. Я готова идти за Андрюши. Я уже оделась сама, собрала его сумку. Здесь водичка, его форма, его гетро. И еще... И что еще? И его бутсы. Точно. Вот. И сейчас я боюсь. И вот на улице. На улице просто замечательная погода. Я открыла окно, посмотрела. Не жарко, не холодно, не прохладно, не ветер, ничего. Просто вот так тепло. Замечательная погода. Прекрасная просто. Я обуваюсь и иду за Андрюшей в садик. Я уже пришла за Андрюшей в садик. И начался дождь. Поэтому мы сидим вот тут под крышей вместе с бельем высыхаем, да? Мы ждем, что прошел дождик и потом пойдем домой. А нет, на тренировку еще нужно пойти. Да, не знаю, если будет. Мы не знаем, если будет тренировка, может быть, она отменится из-за дождя. Я не думаю, потому что истинно, и сегодня. Вчера тоже отменилась тренировка, потому что вчера тоже был дождь. Но надеюсь, сегодня дождик остановится и тренировка все-таки будет, да? Ты хочешь тренироваться? Нет, мы вчера не делали, потому что там были люди. А, ой, что-то-то-то-то-то-то. Все, говори. Встретимся на тренировке или дома? Да. Да. Андрюша, как ожидания? Как проходит процесс ожидания? Как и все. Не хорошо? Ты хочешь на футбол? Ну да. Вот уже и сумку приготовили. Да, ждем, чтобы нас забрали на машине, да? Потому что... Ой, кто-то звонит. Мы все-таки пришли домой, потому что дождь не остановился, немножко мокрый. Сейчас переоденемся. И уже скоро должны приехать родители. Посмотрим, что они там купили. Обязательно я для вас сниму отдельный влог, потому что они были в Румынии, были по делам, но обещали что-то нам купить. Посмотрим, какие они там покупочки сделали. Сейчас я переоденусь и пойду посмотрю в холодильнике, что есть и чем покормить Андрюшу. Мы уже пришли домой. Андрюша не хочет пока что кушать. Он сказал, что будет играться. Что ты кушал в садике, Андрюш? Утром что ты ел? Я ел 5 бубрики, 2, 3 бубрика и... И что еще? Забыл? Что же там еще было? Может, каша какая-то? Ася не ел. Что? Я не знаю, как сказать это на глазках. Что ты еще кушал? Иди сюда. Бубрики и чай. И чай. И все? Да. Только это было на завтрак? Нет. И каша. Утром еще что было? И каша? Какая каша? Овсяная? Гречневая? Нет, была... Пшеничная? Какая? Какого цвета? Белая. Белая. Значит, овсянка. Вкусная была каша? Я еще на заднем плане коробки, которая полная игрушками. Я вам обещала, что один раз соберусь и здесь разберусь все игрушки. Что ты подарил? Я буду собирать игрушки, такие мне не надо. Да, правильно. Мы один раз разберем здесь всю комнату и вот этот шкаф красивый тоже разберем, посмотрим, что там нужно, что не нужно. И соберем, наверное, коробку. Даже больше тут соберется игрушек, которые Андрюша уже не играет или которые сломаны. Потому что я башцой. Ты уже вырос и многими игрушками уже не играешься, правильно? Это зло мальчика. А, погремушка. Смотрите, какая у него тут банда, мне кажется. Это не банда, я играю в футбол здесь. Это футбол у тебя? Это такие футбольные команды. Это первая команда. А, вот, да, тут и ворота. Это они поиграли и сейчас будут играть они. Ну, здорово. А этот самый... Он может всех мотать, только он не играет. У него нога болит. Здорово. Все понятно. Вернулись, мама, папа. Андрюша, иди сюда, посмотри. Иди сюда. Скорей, скорее, скорее, скорее. Иди сюда. Тихо, тихо, чтобы они тебя не видели. Сейчас я вам покажу тоже их. Кто тут звонит? Мама звонит. Все, идем открывать. Пошли. Пошли открывать. Мы все распроверяем. Мама. Мама. Привет. Как сходили, как съездили? Так я не буду ничего показывать. Я тоже обещала сделать другой влог. Я очень голодная. Ты очень голодная? Ну, есть котлеты, хлеб, чуть-чуть. Хлеб, я так и знала, что ты съешь хлеб. Ну, я же не вес. Я хочу. Так нельзя. Дайте маме зайти, потому что мама очень голодная. Все, проходи. Проходи. У нас чисто дома. Не грязно. Мы убрались. Да, мы? Уверен, что мы? Верочка, давай возьми зонтики, иди купи хлеб. Честно, вот сколько мы не ели ничего. Сегодня деток с полнейшей. Я сегодня похудела сто процентов на два килограмма, если я цел день ничего не ела. Ай, любые мои ноги. Ладно, хорошо, беру зонтик и иду в магазин за хлебом. Просто посмотрите, что я нашла. Это ужас. Это очень маленькая одежда, и я сейчас ее буду резать. Я уже порезала себе тут немножечко, как вы видите, колено. Еще чуть-чуть, думаю, нужно. Ой, боже, я никогда еще не резала сама специально одежду. Первый раз такое происходит у меня. Но мне нужно. Мне нужно для фотографии. Поэтому ничего страшного. Не портим одежду. Просто эти штаны мне уже и так не нужны. Поэтому, я думаю, ничего страшного. Они на меня не обидятся. Ну, примерно так получилось. Нужно еще чуть-чуть. Как будто бы это не я специально порезала дырку. А, не, случайно, случайно. Порвались. Ну, вот, примерно так получилось. Думаю, видно, что это как бы не порез, а не специально. Так случайненько я просто упала. Думаю, это тоже или только одно оставить. Сейчас буду думать. Нужно эти испоганить штаны и кофту еще испортить. Если честно, я уже даже не знаю, где рвать штаны. Думаю, здесь одну сделаю дырку наверху. Вот так. Небольшую. И так же буду делать надрезы. Как будто бы это случайно произошло. Покусали собаки. Что-нибудь. Ой, как сложно режется. Главное, себе ногу не порезать. А то я могу порезать штаны и случайно порезать ногу. Вот так. Готово. И чуть-чуть вниз, чтобы пошло. Вот так. Замечательно. Никогда еще не радовалась порезу вещей. Круто. Штаны уже готовы. Просто посмотрите на этот результат. Хочу их еще немножечко испачкать. Не знаю, получится ли у меня. Я приготовила гуашь. Немножко их чуть-чуть испачкать. Посмотрим, если получится. Мой образ готов. Я ничего не придумала лучше, чем просто оторвать плечо у этой кофты. И еще здесь немножечко порвала внизу. И все. Первым делом пошла кушать, только потом уже переоделась. Да, я поела неимоверную путью после такого тяжелого дня. Видели бы вы это лицо просто. Подержи камеру. Она просто ходила и... Ой, я не могу. Я хочу кушать, я хочу есть. Я хочу спать. Я умираю. Но целый день без еды, Ира, это тяжело. Как бы я не ем много, но... И она еще не хочет признаваться, что они купили. Она не хочет признаваться. Они спрятали. Ну, это секрет. Да. Но вы же покажете. Обязательно мы покажем. И ты сниму. Я сниму видео обязательно. Наши покупки. Мне очень интересно. Там такие пакетищи. Прям уж... Мне кажется, она очень уже будет под красной посмотреть. Ну, две вещички 100 евро, чтобы ты так понимала. Тебе интересно? Очень. Это подсказка. Вы себе представляете? А сколько там вещичек так в целом? Ну, каждому там. Не только для тебя. А, ну. Естественно. Ребята, если вам тоже интересно, обязательно ставьте много-много лайков. Что там за висички? Две вещи? 100 евро. Ужас какой-то. И подписывайтесь на Ирочкин канал. Обязательно. Ирочка. Инфо. Надеюсь, вам понравился сегодняшний влог. Он был очень насыщенным. Прям очень. Я даже одежду рвала сегодня. Я иду пить кофе. Начинается. Всем пока-пока, ребята. До новых встреч. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова